Приветствую вас! Вопрос, который вы задаете, достаточно любопытен и интересен в плане того, что в нем присутствует большое количество разнообразных моментов, обратить на которые ваше внимание я считаю необходимым и важным. Первое. Значит, вы пишите, что год назад завязали мини-роман с парнем. Ага, аноним. Вот, серьезно, что такое мини-роман? Так вот, мини-роман это вообще как? У вас либо роман, либо нет. Понимаете? Но ни в коем случае не мини-роман. То есть мини-роман это вот я воспринимаю так, что я отношений хочу. Да? Ну вы, вы отношений хотите, но боитесь. Боитесь. Например, полноценных отношений. Вот. И в силу того, что полноценных отношений вы боитесь, в силу этого, вы вступаете в отношения, которые, ну, недостаточно серьезные, недостаточно открытые, недостаточно понятные, недостаточно значимые, недостаточно искренние. Понимаете? Вот. И получается так, что отношения у вас вроде бы есть, вроде бы есть, но в то же время их вроде бы и нет. Понимаете? И это связано с тем, что вы боитесь. Вы боитесь отношений. Вы боитесь близости, боитесь ближения. Вот. То есть мини-роман. Ваша оценка романов как мини. Это механизм защиты. Это первое. Это первое. Первый аспект. Да? Второе. Второе касается того, что вы хотите себе, то есть вы выбрали мужчину для отношений женатого. То есть мужчина женат. Не важно, был он женат, или, то есть как бы, ну, не важно, женат ли он активно или пассивно, то есть с женой он находится сейчас или нет. Вот. Это не важно. Важно то, что он женат. И это говорит о том, в свою очередь, что вы, именно вы, возможно, в себе не уверены. Понимаете? Вы в себе не уверены. Вы недооцениваете себя. Вы, ну, обесцениваете как бы себя, да? То есть, ну, может такое быть, что вы тебя просто берете и обесцениваете. То есть, не считается, что вы достойны, например, реального мужчины, да? Который, там, ну, говоря реального мужчины, я имею в виду свободного. Свободного, который полностью на телеком принадлежал бы вам. Вот. Вот этого почему-то нет. Знаете? Какая история. И у этого аспекта, у этого аспекта, эмм, тоже есть причины. Какие-то. Это та же неуверенность ваша, например. Это те же сомнения в себе, например. Это тот же страх, тот же запрет на отношения, ну, на адекватные отношения. Я имею в виду, да? Вот. То есть, это всё история о том, как вы к себе относитесь. Это история о том, как, эээ, чего вы для себя хотите. Эээ, ну, по-настоящему и на самом деле. Вот. Понимаете, да, о чём идёт речь? Дальше. Эээ, так, после не было отношений вообще. Смотрите. Вы говорите, что вы с ним тупо, тупо, тупо спали. Да? То есть, мужчина вам ничего не предлагал. Как бы мужчина вам ничего не обещал. Да? Вы просто тупо спали. То есть, что это означает? Что вы согласились, вы согласились, вы согласны с ним на такой вид отношений. Понятно, что человек боится близости, боится сближаться, боится снова, там, каких-то проблем с женой. Это понятно. Понятно, что он боится. Понятно, что он хотел бы этого избежать. Но у него нет мотивации даже что-либо менять. Потому что вы, вы и так соглашаетесь по сути дела на всё. Вот. То есть, зачем ему что-либо менять? Для чего? Какой мотив? Какой смысл что-либо менять? Если его всё устраивает. И так. Понимаете? Вот. У него есть вы, у него есть секс. Да. И всё. Зачем? Что-то ещё. Понимаете? Понимаете? И самое интересное, самое интересное, что именно вы стали причиной того, что мужчина так вас воспринимает. Именно вы себя так поставили, да, возможно, именно тем, что отношения всерьёз вами изначально не воспринимались. Возможно, из-за того, что вы сами транслируете этот страх перед серьёзными отношениями и нежелание что-либо делать, ну, для того, чтобы они были. Дальше. Значит, потом стало всё чаще и чаще у него дома, вплоть до готовили вместе. Через три месяца он дал ключи от квартиры, уехал в отпуск. А что он говорил при этом? После приезда всё стало, как будто мы вместе, я привезла свои вещи к нему, а что он говорил при этом, что вы говорили при этом. Как готовила, стирала, но мы не говорили о том, что мы вместе или нет, почему. Что как-то само пошёл. В знакомство с его друзьями, он меня знакомил как подруга, при этом вёл себя как мой парень. Ну, то есть, мужчина получает все прелести семейной жизни, да, все плюсы семейной жизни, такие как готовка, стирка, да, забота о нём, наверное. Можно ещё привести пример, в пример можно ещё привести секс, да, то есть регулярный секс, вот. Но при этом без всего негативного, что может повлечь на собой брак, НТР, несвободна, паспорт, стамп в паспорте, вот, обязанности и так далее. То есть, ну, обязательства, я имею ввиду, перед супругой своей. То есть, в случае, если вы расстанетесь, в случае, если вы расстанетесь, у вас ничего не будет, и зребовать вы ничего не сможете. То есть, ни на что претендовать вы не будете. Счастью семьи вы его не являетесь. Вот, кто это ему что-то не понравит, и всё, тот же вас может выгнать, например. Дальше. В последнее время говорит о бывшей жене, о том, что он свободный, может сделать что хочет. Это связано с тем, что он боится, с одной стороны, быть не свободным, с другой стороны, что у него остались обиды на свою жену. То есть, у него с ней не завершённые отношения. Возможно, именно поэтому он и не взблечается с вами. Вот. Ну, и, возможно, именно поэтому. Потому что отношения с женой ещё не завершились. И здесь вы, опять же, можете высказать ему свою позицию, то, что вам, ну, например, неприятно слушать о том, что он говорит о своей жене. Ну, допустим. Допустим. Или вы можете сказать ему, что, например, хотели бы большей определённости, потому что вы женщина, и как женщина вы стремитесь к стабильности, и это нормально. То есть, суд, вот, все зависит от вас, от вашей позиции. Дальше. Так, о том, что он свободный и может делать что хочет. Я не понимаю вообще, я не понимаю вообще, чего вы не понимаете. При этом он заботится обо мне, даёт деньги и т.д. Ну, так, это всё связано с тем, что он не чувствует себя обязанным. То есть, всё, что он делает, он делает того, что хочет. Ему с вами удобно. Может быть, у него есть с вами чувства. Но выглядит всё так, как будто ему именно удобно с вами. Так, я не понимаю, но знали я ему. Так, спросите у него, это первое. Второе. Определите сами для себя тип отношений, которые вы хотите. То есть, какой смысл гадать, нужны ли вы ему или нет, да, если вы ведёте себя так, как будто не нужны. То есть, вы ведёте себя так, как будто вы о себе вообще очень невысокого мнения на самом деле. Понимаете? Ну, как вы себя ведёте, так и мужчины вас воспринимают, к сожалению. То есть, если вы сейчас сомневаетесь в том, нужны ли вы ему или нет, то это означает, что вы сомневаетесь в себе. Это уже вопрос к вам. Все вопрос к вам. На самом деле. Дальше. Так. Так, что за я свободный человек? Ну, в смысле, свободный, то что делает, что хочет, и ему никто не укажет, в том числе и вы. Или так после брака всё, что не зарегистрировано, считается свободным. Ну, в принципе, да. В принципе, да. Только брак воспринимается, как что-то негативное, как что-то, ну, не свободное, да, более в силу того, что люди не умеют строить отношения. Постоянно в роли масок Нового Года, Нового Года для него нет, праздников для него нет, есть только он, дом, работа и я, как собака. Аноним, ну, понимаете, он, дом и работа, это одно, а то, что вы себя называете собака, это немножко другое, на самом деле. То есть, знаете, какая история, вы, вы себя считаете, да, собакой. Ну, и вопрос заключается в том, что тогда причина. как бы, что знаете, вот, вот, причины, вы себя, вы поставили так, вы себя поставили как собака, и, соответственно, главное, что это как собака, если вы будете заявлять о том, что вы хотите, а для начала себе сами разрешите то, что вы хотите вас, то проблем не будет, ну, согласитесь, если вы, вот, изначально себя поставили так, да, если вы изначально поставили себя так, что мужчин думают, что вам просто больше ничего не нужно, ну, и, блин, ну, я еще раз повторю, да, после брака осталось что-то негативное, и здесь, как бы, ну, нужно, вот, уже осмотреть, либо человек разбирается со своими струльностями сам, либо с помощью психолога, вот, но вам, вам нужно для себя определить, именно для себя определить, эээ, с чего выходить, и делать что-то для этого, ну, чтобы получать то, что вы хотите, нет других вариантов. В данном случае, если вы не будете оценить себя, если вы не будете занимать достойное место, если вы не будете себя защищать, да, себя и свои интересы, что и другие люди тоже не будут это делать, понимаете? Вообще, вообще, мне кажется, что у вас либо не было отца, либо он был отдалён. То есть, вы пытаетесь, как бы, завоевать любовь и боитесь попросить о том, чего хотите вы. С этим нужно работать. Это можно подкорректировать, это можно исправить. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!